Я Реймонд Адиола. Я Реймонд Адиола попал в поле зрения большинства любителей высшей лиги лишь нынешней весной, хотя в составе Гомеля выступает уже второй год. Не получая игрового времени в основной команде от Ивана Биончика, нигериец отметился за дубль двумя десятками голов. У нас не было никаких проблем с тренером, мы поддерживали хорошие отношения. Он помогал мне, советовал, как улучшить свою игру. Возможно, мне просто нужно было время на адаптацию. Тем более команда играла отлично, выигрывала почти все матчи. Не так просто было сходу влиться в такой коллектив. Стоило набраться терпения и ждать свой шанс. Возможность проявить себя появилась с приходом Владимира Невинского. И теперь уже сложно представить атаку зелено-белых без взрывного африканца. Когда тренер пришел в январе, мы еще не были знакомы. Я, конечно, слышал о нем. Но он меня поразил тем, что уже все знал обо мне. Спросил, какими языками я владею. С тех пор он часто беседует со мной и мне максимально комфортно. Исходя из ресурсов, тренеры выстраивают тактику под каждого конкретного соперника, которого мы тщательно изучаем. Но так же, как и все, мы стремимся контролировать игру и атаковать. Просто это невозможно делать постоянно и со всеми. Иногда рисунок зависит от оппонента. Прогресс Реймонда заметен как на поле, так и за его пределами. Причем вопрос с коммуникацией он решает, изучая русский язык самостоятельно. Я смотрю фильмы и развлекательное видео на русском без перевода. Это не так легко. Но когда ты сам начинаешь понимать речь, то уже не забудешь значение слов. Также помогает музыка. Мой любимый исполнитель Моргенштерн. У меня огромный плейлист составлен из его песен. Мне и многое другое нравится. Роковая композиция или медленная. Возможно, если бы не футбол, я бы и сам стал музыкантом. Причем не обязательно вокалистом или рэпером. Скорее, играл бы на инструментах или сочинял музыку. В свое время я неплохо справлялся с барабанной установкой. Один из самых ярких игроков сезона, разумеется, быстро стал любимцем гомельской публики. Болельщики у нашей команды самые классные. Им нет равных в стране. Порой так случается, что они узнают меня на улице, подходят как к другу, а я ведь с ними даже не знаком. Но люди просто говорят «Привет, Рэймонд! Желаю удачи вне зависимости от результатов. Стараюсь поддержать, делиться энергетикой». Это непередаваемое ощущение. Благодарить футболиста и его команду поклонникам есть за что. Впервые за 11 лет клуб «С берегов Сожа» сыграет в финале Кубка Беларуси. В ту ночь, когда мы вышли в финал, я не мог уснуть. И затем ходил три дня под впечатлением. Не получалось осознать, что мы это сделали. Ведь путь был сложным. Батэ – очень сильная команда, мы уважаем их. Но это футбол. Я верю, что все возможно. Мы были первыми, кто забил им в чемпионате. Надо сделать это снова. Да, игра предстоит непростая, но она будет такой же трудной и для них. Мы будем сражаться. Я считаю, наша команда может победить.